Какая-то конкретика может быть есть по травме рейса? Ну, пока нет. Ну, как можно? Вы же понимаете, для того, чтобы после этого разобраться, нужно сначала во всех медицинских делах разобраться. После матча тут бесполезно, можно сказать, так делать уже завтра, послезавтра будет ясно. Это футбол, такие бывают. Что же делать? Мягкий грунт, иногда переходы с одного поля на другое, потому что Динамо имеет свою специфику поля, понимаете? Ну, как бы оно такое мягковатое, но тренируемся на полях такого, немножко другого качества, где они чуть жёстче. Ну, бывает, чуть мягче. Поэтому, что делать? Следующий вопрос. Команда наконец-то под вашим руководством добыла первые очки. А насколько вам футбол понравился сегодня, именно его качество? Насколько оно пока далеко от того футбола, который вы прививаете команде? Ну, хочу поблагодарить соперника первого. Значит, я, скажем, команду «Ислы» считаю самой организованной командой в чемпионате. По организации игры, как ни странно. И, в принципе, поэтому соперник был очень непростой, но мы, наверное, подстроились под них. Так бывает. Подстроились и как смогли переиграть. Вот так бывает. Следующий вопрос. Владимир. Добрый вечер. Владимир Кириллев, Капсомольский, Правда, Горосе. После свистка на перерыв вся команда, включая запасных, уходит в раздевалку. Хотя раньше запасные оставались, разминались, соперника тоже остаются, разминаются. Почему так вот решили, чтобы вся команда уходила? Ну, ничего странного в этом нет. Вся команда должна знать, что происходит с перерывом и как будет строиться игра, какие будут изменения. А находиться на поле, я считаю, там бесполезное занятие, вы знаете. Поэтому здесь ничего странного нет. Да, требовалось замены Риусу, вышел Швецов. Так ожидалось, что он займет место Шитова, а Шитов уйдет на место Риуса. Но не стали так делать. Почему? Чтобы не рушить связи центральных? Ну, значит, если более того сказать, Макс Швецов вышел и великолепно сыграл. При том, что он вчера играл еще за дубль. Значит, он немножко много пропустил и подтвердил свой, ну скажем так, класс игрока, который может сыграть на любой позиции. Как в центральной зоне, так и во фланге. Поэтому, молодец, Макс. Денчик Галошкин как-то не попадает в заявку, хотя вроде за дубль хорошо смотрится. Значит, соревнование дублеров – это соревнование дублеров. Понимаете? И нужно отделять дублера. Они тренируются с основным составом, и у них есть возможность сыграть за дубль. Почему вы этого не делаете? Ну, скажем так, они молодые, талантливые игроки, которые тренируются с основным составом. Понимаете? Все это игроки ужасно носом. Поэтому не должны ждать своего часа, когда они выйдут. Поэтому, как бы, ну, так, немножко такой, нету логики дубль. Хотя дубль, я вчера был, посетил игру дубля. Значит, некоторые моменты, но понравился мне дубль. И я уже говорил.